Закончился стрим разработчиков, посвященный обновлению 4.2. Давай с тобой быстро пробежимся по основной информации, которую нам рассказали разработчики. Падам-падам-падам! Опа! Большой всем тюлени привет! С вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Основным месседжем стрима разработчикам было две фразы. В соответствии с решением оратрис, госпожа Фурина приговаривается к смертной казни. А также Нивелет, надеюсь тебе понравился спектакль длиною в 500 лет. Из этих двух фраз становится понятно, что основная часть обновления 4.2 будет посвящена самой Фурини и их взаимоотношению с Нивелетом и путешественником. Да, действительно, обновление будет почти полностью основано на продолжении сюжета. Поэтому особо чего-то интересного именно из ивентов нам не стоит ожидать. Но давай с тобой разберемся, что же там интересного нам подготовили разработчики, потому что там кое-что все-таки есть. Начнем, пожалуй, с баннеров, которые нам анонсировали разработчики. В первой половине нас будет ожидать Фурина, а также наша любимица Шарлотта, а также Байжу. Это из 5-звездочных персонажей. Во второй половине будет Сайна, а также Аята. Лично мне кажется, основные продажи пойдут на Фурину, а дальше уже можно будет сейвить свои Примогемы на следующих персонажей из обновления 4.3, а также дальше. А где купить халявных Примогемов по очень халявным ценам, ты знаешь, где это можно сделать. Тюлень-стор все еще работает, все еще самые выгодные цены, заходи, оформляй заявочку. Там у нас, кстати, добавились новые услуги, если вдруг тебе что-то необходимо сделать. Что говорить про ивенты? Ивенты, в принципе, более-менее стандартные, ничего такого прям сверхъестественного нет. Основное событие будет направлено на халявного Фримене. В принципе, там ничего особо делать не нужно. Один боевой, один на исследования и один с мини-играми. В принципе, ничего особенного. Возвращаются игры с грибочками, возвращается ивент с фотографиями, а также ивент с туманным подземельем. В принципе, во все это мы более-менее уже играли, и это нас не удивит. Но из интересного, из очень интересного нам показали Скирк. Насколько я помню, это учительница торта в бездне, но лично мне показалось то, что она выглядит немножечко странно. Действительно, потому что она выглядит как будто бы персонаж какого-нибудь Ханкая, но ни в коем случае не Геншин Импакта. Ну, посмотрим, как это будет интерпретировано далее в игре, но лично мне все-таки есть некоторые вопросы, на которые я, к сожалению, ответов не имею. Конечно, самое главное, в принципе, ради чего мы сюда пришли, это, конечно же, три халявных промокода, которые можно ввести уже прямо сейчас. Я их оставлю в комментариях и в закрепленном сообщении. Все, где вы любите. И самое главное, запомните то, что их ввести нужно прямо сейчас. Иначе ты просто их не сможешь ввести. Завтра они превратятся в абсолютную тыкву. Да, вот такая вот грустная история с промокодами бывает, но ничего, я для тебя их постарался, вводи их очень быстро. Кстати, а насколько часто ты любишь находиться в фонтейне? Потому что специально для тебя, да-да, я тоже в комментариях оставил прикольные диффузоры с запахом фонтейна, лиюэ и инадзумы. Офигительный запах, заказать можно через Озон, сейчас идут скидочки, сегодня тоже, если ты вдруг его заберешь. Очень классная штучка, лично у меня стоит вот прямо вот здесь. Вот, сейчас я тебе его покажу. Вот, видишь, вот такая вот прикольная баночка. Запах просто очешуенный, почувствуй себя в фонтейне. Это да, у меня фонтейновская баночка. Очень классная штучка, переходи по ссылочке и тоже себе заказывай. Вот такой вот краткий стрим получился у разработчиков. В принципе, да, там есть небольшие технические изменения, но основная фишка стрима, это именно развитие сюжета фонтейна и развитие фурины, как нового гидроархонта. Ну, точнее, о том, почему она присоединится к путешественнику и что же там интересного с нею становится. Да, там очень интересная взаимосвязь с тем же самым снивелетом, с судейством, и я очень жду наконец-то узнать, что же, блин, там все-таки происходит. А как тебе стрим разработчиков? Все ли тебе понравилось? Напиши про это в комментариях. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok